Аплодисменты Да, значит, у меня времени мало, поэтому давайте сразу к делу, хорошо? Значит, ну, вы знаете, что мы давно и с большим интересом следим за вашим хозяйством, да? Да Ну да, конечно, я же не первый раз с вас... Нет, подождите, я правильно поеду? Наверное, да, конечно Ну-ну Ну понятно И вот мы узнали, что вы совсем недавно стали снова разводить кроликов, да? Да Нет, подождите, я вообще ничего не перебуду Ну, если разводим, значит, разводим не только кроликов, но много кого разводим, короче Ну-ну Не, ну вы разводите... Разводим всех подряд, да Да Понятно Ну, хорошо, у меня такой вопрос А вот скажите, почему? Я знаю, многие не хотят Понимаете, не хотят, люди, не хотят, говорят, забот много вот Понятно, а вы, значит, забот не боитесь? А я не боюсь, я такой, да Хорошо, Иван Алисич Опанасович, я Что, извините? Опанасович Ай, извините, пожалуйста Аналогич Да, да А вот вы не могли бы сказать несколько слов о ваших кроликах, нашим радиослушателям? Так, а почему же сказать с огромной радостью? Спасибо большое, многие отказываются, вы знаете? А-а-а, а я не откажусь, дорогие товарищи радиослушатели Нет, только одну секунду Вот все идущики Одну секунду Секундочку, секундочку Сейчас микрофончик я включу Э, нет, вот этого делать не нужно Почему? Спрячься, пожалуйста, потому что у вас ничего не получится, и не надо Почему не получится? Потому что я когда вижу микрофон, то у меня... Что? Голос выполнения пропадает Ай, Иван Авестевич, вы не волнуетесь Ну, Амоносович я Извините, пожалуйста Аналогично Слушайте, да не волнуйтесь, вы так сильно Я вам помогу Вы понимаете, мне нужно, чтобы вы сказали, ну, ну, хотя бы одну фразу О том, что кролики Это не только цены Вы, извините меня, пожалуйста До вас утром тоже приходил один корреспондент Ну? Хотел у меня немножко взять интервью Ну и что? Ничего не получилось, а с человеком произошел несчастный случай Царствия Будапес Так, знаете что? Вы меня, во-первых, не пугаете А во-вторых, объясните мне нормально Чего вы боитесь? Да я и сам не знаю, чего я боюсь Ну, правильно, потому что тут нечего бояться Вот смотрите, я беру микрофон Так Включаю его И совершенно спокойно нормально разговариваю Нормально, понимаете? Нормально Давайте быстрее Ага, побыстрее-то только кролики разглажаются Так, господин Кабыздох Ага Мы будем работать? Конечно Поехали Что, уже выключили? Да так, давайте У меня много времени совсем Давайте, давайте Давайте, я вам могу Извините, про каких животных вы спрашивали? Про козык? Козык Что, про кенгуру чешу? Вы что, кенгуру разводите? Про кроликов я спрашивал Поехали Кроли Это не только ценный мех Но и ценные когти Шерсть и молоко Какое молоко? Кролиное С утра на молоко С вечера на самогонку Понимаешь, что-то в природе происходит Айксбергетают, понимаешь? Иван Алексеевич, я все понял Времени у меня мало, да? Да, поэтому давайте сделаем таким образом Давайте Я вам сейчас эту фразочку скажу Да А вы ее послушайте Запомните И вот сюда в микрофончик И просто повторите Хорошо? Так вот так же нужно было сделать с самого начала А то вы как Котовский заскакиваете и в морду сразу С ума сойдете и в морду Извините Запомните или записать вам? Да что, дурно, 20 год качайся, лез академии не кончим Это такое Хорошо, давайте Давайте, значит, смотрите Скажите такую фразу Давайте Только не спешите Хорошо, хорошо, я медленно Одну Одну Так? Колики Ики Это не только ценный мир Х Но и И Что? Что? Это три Три Четыре Ири Килограмма А мы Диетического Ого Легкоузваиваемого Мяса И все Все Запомнили? Мнили Что мнили? Это я вас спрашиваю Вы запомнили или не запомнили? Извините, господи Девановна У меня такое ощущение Что вы меня тут за придурка держите Уже дурной такой Извините Извините Все, работаем? Ну, конечно Все, пойдем Извините Еще Я вас очень прошу Пожалуйста Вот сюда в микрофончик Не кричите, хорошо? Ну, говорите как-то Спокойно Естественно Как вы это ребьют Нужно как быть Человеческим голосом А? Абсолютно правильно Человеческим голосом Все, внимание Приготовились Поехали Нет, расслабьтесь Я говорю, расслабьтесь Я говорю, расслабьтесь И знаете, как бы Как бы Как бы на улыбочке Так, ну? Да-да-да-да-да-да Кролики Это не только Ценный мех Хорошо Ну и три Четыре килограмма Диетического Легко усвояемого Мяса Иван Алексеевич Великолепно Всем вам доброго Нет, нет Одну секундочку Только мясо я просил Усваиваемого Хорошо? Давайте еще раз А я, извините, как сказал А вы сказали Усвояемого Понимаете? А ну же, извините, как Я же только что вам сказал Нужно усваиваемого Усва Ибо И Могу Понятно? А, так вы сразу и сказали Я, извиняюсь А это по какому? Это? По грамотному По грамотному Усва Так ладно, все, я подскажу Все, давайте Поехали Начали Нет, расслабьтесь Я говорю, расслабьтесь И как первый раз Четенским голосом Ну? На улыбочке Хорошо Крулики Так Это не только ценный мех Но и три Четыре центнеры Стоп Какие центнеры? Прошу кролики по центнеру Опечатка, извините, опечатка Давайте еще раз Спокойно Килограмма Килограмма, я прошу Хорошо? Давайте Спокойно работаем Нет, расслабьтесь Как первый раз Четенским голосом Ну? Улыбочку Хорошо? Крулики Так Это не только ценный мех Но и три Четыре Килограмма Диетического Легко Легко У У Сва Сва И Ну Шо? Да усваиваемого! Вмедрить твою налево Слушайте, давайте лучше я про карпов расскажу Да при чем здесь карпы? Мне кролики нужны, понимаете или нет? Да пускай повоздихают ваши кролики, чертовые бакери Вы лучше про карпов послушайте В нашем озере вот такие две карпы водятся Бегемоты, ей богу Просто в году, когда гости бога и призводите Залез в озеро, так пришло же искусственное дыхание делать перепугу А почему? Мы с недели этих карпов кормим, а недели не кормим А наш дурноватый бога и попьянки Залез в озеро в тот момент, когда карпов не кормили Я не понимаю, так они ему Какой пугань? Василий Степанович наш ветеринар Так сейчас, так я полностью разговариваю Вы что, издеваетесь? Я уже вернулся Давайте работать Карпы, это не только... Да какие карпы, Валерий Кролики же, елки-палки Я пока еще микрофольчик не включил Смотрите, вот эту штучку Я вот так щелкнул Кролики Это не только, это не... Слушайте, вы нормальный человек? А что, не видно? Не видно пока! Смотрите на руку Вы руку видите? Да что, я дурной руки не вижу Так вот, я вам махну рукой вот так И только тогда вы начнете говорить Понятно, репетируете? Да уже попка постарается репетировать А что, одну разу повторить не можете, не стыдь? Да господин, господин Иванов, включили, не боюсь Дайте сюда Так, господин Иванов, вы меня разозлили Я? Да! Сделаю! Включайте! Не боитесь? Не боюсь! Включили? Да! Выключите! Включите! 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 Да вы уже, вз 재밌Books Вы многие не можете вязать! Да же вы, блин! У... Усва-и-ва-и-мо-го. Все, дайте по бумаге. Внимание. Мого. Приготовились? Мого. Да, руку. Эй. Ну. Друзья. Мого. Крульники. Это не только ценный мед. Ну и три. Четыре килограмма диетического. Мешку. Легко усва-и-ва-и-мо-го. Фу. Сала. О, записали, господин Иванович, как ли? А то меня ваши кенгуру уже заколебали, ей-богу. Сала. Здрасте, какого сала? Откуда? Мы же карпов разводим. Уехали. Алло, это скорая помощь? Это председатель немедленно ко мне. Тут уже второй корреспондент, я сегодня чокнулся. Альгель мой. Недедной. Ты почунулся тут. Стюардесса. По имени. Жанна полетели. Так, пожалуйста, пожалуйста. Я прошу тишину в зале. Я понимаю, все устали. 28-ое дело. Сегодня мы продолжаем наше судебное заседание. Откройте, пожалуйста, дело номер 26. Слушается дело об иске гражданки. Ага, гражданину. Понятно. Пригласите, пожалуйста, свидетеля. Свидетель. Проходите, пожалуйста. Ваша фамилия, имя, отчество. Здравствуйте, люди. Здравствуйте. Фамилия, имя, отчество. Да. Я свидетель. Я все знаю, все слышу, все помню. Прошу этому паразиту высшую меру, но лучше заменить на пожизненную. Прямо через ЗАГС в зале суда, наручника. Свидетель. Ваша фамилия, имя, отчество. Барматуха Олега Михайловна. Но лучше отпустить жизнь живым. Через амнисию, в смысле деньгами, возможен безнал. Свидетель, что вы можете сказать по существу дела? По существу дела, я могу сказать все, что надо. Какого именно? Свидетель, дело, которое мы сейчас рассматриваем. Вот смотрите, здесь истица утверждает, что ответчик уклоняется от отцовства. Отвечаю, как мать, товарищ. Зовите меня, ваше честь. Как? Ваша честь. Заметали. Итак, свидетель, вы конкретно видели, как ответчик склонял истицу к близости? Конкретно? Конкретно. Да. Я конкретно видела, как этот паразит-ответчик взял истицу и давай ее склонять. Ваша шерсть. Не шерсть, а честь. Как-как? Честь. Ага, заметана. Выбирайте выражение, когда обращаетесь к студии. Зуб. Я еще раз вас спрашиваю. Вы видели, как ответчик склонял истицу к близости? Да. Видела. И горжусь этим. А вот ответчик утверждает, что никогда не видел истицу. Да. Ответчик никогда не видел истицу. И наоборот. Ваша жесть. Не жесть, а честь. Как? Честь. Извините, заметана. Так как же он, гад, ее не видел, если он ее одновременно склонял два раза при мне? А сколько без меня, я не знаю. А тут как раз Анжела пришла, принесла Могорычу. Пожалуйста, не надо про Анжелу, про Могорыч не надо. Вот ответчик утверждает, что он не мог одновременно видеть истицу, так как там было темно. Да что вы этого паразита слухаете? Он же ее склонял не там, где темно. А где? А где обычный и одновременно склоняет истиц. На полном свету, с подробностями, о которых я хоть зарежче рассказывать не стану. Это затрагивает нашу женскую честь. Ваша честь. Вот стихи получились, а? Так, свидетель. А где вы находились в этот момент? Я? Ну не я же. Не знаю, как вы. А я в этот интимный для страны момент находился рядом. В смысле замужем. То есть переводила стрелки часов зимнего времени на место и наоборот. Свидетель, значит ставлю вас в известность, что суд пока не видит основания для признания ответчиком отцовства. Подождите, как не видит? Как не видит? А, а обопечатки пальцев. Я бывало говорю, истица, истица говорю. А шо это у тебя за обопечатки пальцев повсюду? А? Истица говорит, это обопечатки конечностей. Этой сволочи ответчика руки и ноги. Я говорю, так ты хоть не бойся. На суде покажешь. Вот вы пробовали год не мыться. Так, свидетель. Да? Давайте сначала. О, вспомнила, вспомнила, вспомнила. О, аналогичный случай описывается в рекламе. Ничто ржавчину не берет. Краткое содержание. Значит, одна женщина моет раковину и матерится. А я про себя вот так смотрю и думаю, где ты тебя сучку крашеную саму таскала, если у тебя раковина как унитаз на допросе. Свидетель, давайте сначала. С самого-самого? С самого-самого. Перед лицом правосудия самого-перва. Вначале Господь Бог сотворил небо и землю. У вас шесть минут. А, тогда я про яблоко пропускаю. И Истица подходит к этому, как его? Отвечек. Отвечек, да. И говорит, а ты мне нравишься. По-хорошему так. Знаете, ты мне по-хорошему нравишься. Дальше. Отвечек только шесть, быстренько от нее в лифт. Она же ним. Подождите, откуда вы знаете про лифт? Пссс. Что ж, я молодая не была. Я всегда на лифте, если работал. А если не работал, то бывало схватишь. Гадать ветчика на копке-баранке. И бегом на шестой этаж, пока не передумал. Дальше. А дальше, бывало, и не передумал, и припрешь, и трезвый. Смотришь, это чужая дверь. С горячки в другое парадное заскочило. А дальше было 12 лет. Свидетель, я последний раз вас спрашиваю. Ответчик предлагал Истице дружбу. Дарил цветы, ценные подарки. Этот ответчик, значит, предлагал дружбу Истице. Дарил ценные цветы. Потом склонял и ухаживал домой. Да, ухаживал домой, ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ну и дальше. Дальше. Дальше ухаживал. И все, опять склонял. Хорошо, а что вы скажете о ребенке? А, так там же, он же такой хороший мальчик. Подождите, подождите, какой мальчик? В заявлении написано, девочка. Да? А что же перепутала? А я же, ну так, как же, что же я не перепутал? Что же вы, у меня мальчика девочки не отличил? Девочки же, у мальчика же это, как же сейчас? А, он же ее склонял, склонял. Склонял, склонял. И склонировал ей мальчика, женского рода, в шестом Б-классе. Это первый у нее был мальчик. Минуточку. В заявлении написано, что до этого случая истица была девушкой. До какого? До этого? Да, была. Но вот после этого случая, как обрезала? Что обрезала? Путь к отступлению. Подождите, свидетель, вы утверждаете, что до встречи с ответчиком истица была девушкой. Только да или нет? О чем вы говорите? Ответ, истица была такой девушкой, такой девушкой. Родители уже волновались. Бывало, придет с физкультуры, родители бросаются к ней, ну? А девушка истица говорит, пока тихо. Разве это сейчас школа? А однажды приходит с уроком, кричит, ура, ура. Родители спрашивают, ну? А девушка истица говорит, пока нет, но есть идея. Так, подождите, свидетель. Да? Последний раз я вас спрашиваю. Ответчик предлагал истица интим, склонял к близости, ну, к сожительству. Да, этот ответчик предлагал истица интим, склонял к сожительству, потом склонял к близости, потом просто склонял, когда истица была поблизости. Утверждаете? Да, круглая печать. Мокрая. Свидетель, а вы знаете, сколько дают за ложные показания? А мне сказали, да, ложные показания, бабки по факту. Я спрашиваю, вы знаете, сколько суд дает за ложные показания? Денег. Итак, вы продолжаете утверждать? Да. Вот теперь продолжаю. Так и запишем. Ну, не настаиваю. Так, да или нет? Да. Склонял. Так и запишем. Ну, не очень охотно. Конкретней. Конкретно. Значит, ответчик говорит истица, истица. Конкретно склоняю тебя подкачать колесо в машине. Дальше. Вот. Я ей дуре это и говорю. Истица. Не носи штори так низко. Вылететь не поймаешь. То есть вы утверждаете, что истица была вызывающе одета? Да, истица была так вызывающе одета. Так вызывающе. Как вызывающе? Пссс. Вызывающе у любого ответчика желание сделать ее истицей. Так, короче. Склонял или нет? Склонял. Где он ее склонял? На склоне. На каком склоне? На склоне лет. Чьих? Известного исполнителя Аркадия Укупника. Причем здесь Укупник? Мы рассматриваем дело гражданки Зюзькина, гражданину Зюзюкину о признании отцовства. Так шо ж ты мне, ваша мать, то есть в смысле ваша честь, голову тут два часа оборочил. Так бы сразу и сказал, что однажды Зюзюкин встретил истицу и говорит, я, известный ответчик, предлагаю тебя склонить и наоборот, а то вылететь не поймает. Стоп! Суд удаляется на убийство! Не ходите, не ходите, мой дочек. Не усаживайтесь, не усаживайтесь. Спасибо. Дело в том... Я слышу вас, слышу. Дело в том, что я хочу сняться. Моя дочь, реально будет сфотографироваться. Сняться. Ну, конечно, можно и так. Нет, ну, можно и сфотографироваться. Хорошо. Скажите, у нас фотография высшего язряда. Какой снимок вы хотите? Дело в том, что я хочу жениться. Поздравляю вас. А моя будущая девушка меня еще не видела. Что вы говорите? А я хочу им послать фотографии, и ей понравится. Очень хорошо. Вы пришли по адресу. Мы вам сделаем великолепный поэтед. Итак, я слышу. Какой снимок вы хотите? Знаете, я вот хотел бы быть похожим на киноартиста. Киноартиста. Хорошо. Нашего киноартиста российского кино. Хорошо. Такой красивый он. Как же? О! Да, Фредди Крюгера. Из кинофильма «Не родись красивой». Ну, хорошо. Я же вам разделью, как на рекламу. Хорошо. Интересно. Хорошо. Внимание, Мадачевик. Не готовились. Не дышать. Стоп. Да? Мадачевик. Да-да. А что у вас сицу? У вас все, наимали сицу? А, вы это и без... Ну, понятно. Ладно, все. Вы меня прощайте, я не маю. Это у меня наследственное. Бабушка, дедушка, папа, мама и друг. Ну, вы понимаете, что вы на фотографии тоже можете поючить и сказать, что я вот такой. Нет, 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 я должен быть только красивым. Ну, тогда успокойте, яйцо, и все будет понятно. Внимание. Приготовились. Не дышать. Сейчас отсюда выедете. Так, стоп. Да? Моя доча. Да? Но вам же нужно уебнуться. Ну, что вы так сводите на меня? Извините, но я уже деньги заплатил. Ну, сейчас, как вам не стыдно, что вы имеете... Как вы мне... Я имею в виду уебку. Как вам не стыдно, что вы... Извините. А, я что? А вы смотрите так, как будто сейчас отсюда выйдет не птичка, а топой. Понимаете? Да ничего, ясно. Внимание. Приготовились. Не дышать. Так, стоп. Да? А ну, попробуй уебнись. То есть, по-твоему, это уибка, да? Да. Посмотри на меня внимательно. Вот уибка. Понимаешь? А вот это у тебя гемаса. У меня? Хорошо, я. У тебя. Внимание. Приготовились. Не дышать. Пашья уибка. Стоп. Тебя как зовут? Татьяна. Стой. Николай. Петя. 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 Давай, давай, я тебя очень бешу. Давай так. Я тебе дам команточку, но ты скажешь. Чиз. Вот я тебя щойка, иди уже к своей девушке. Поняли, да? Внимание. Петя. Петя готовились. Не дышать. Ну? Забыл. Что ты забыл? Чиз. Как можно забыть чиз? Ну, так и забыл. Ну, как ты забыл чиз? А я не знаю, чиз зашел, вышел, ушел, пришел опять. Так что, Димитя Моя, почему ты забыл чиз? Я не знаю, почему ты. Что ты не знаешь? Ты знаешь, что такое чиз? У меня что такое чиз? Петя, Витя, Сеня, Гниша, Таня. Чиз это сын. Понимаешь? Обыкновенный пьесной сын. Да. Ты вспомнишь сын и скажешь чиз. Хорошо. Добавь внимание. Извините, а какой именно сыр я должен вспомнить? Да какой захочешь, блин, такой вспомнишь. Внимание. Приготовились. Не дышать. Давай. Пасеконский. Сам ты пасеконский пьетин. Так, а ну иди сюда. Что такое? Иди сюда. Что? Вот, посмотри на идиота. Никого не вижу. О, а где он? Кто? Ну, этот идиот. А, смотри. О, ты же идиота. Так это ты. Я? Нет. Там кто-то, я его где-то видел. Слушайте, слушайте, я. Я не сам ее. Почему? Потому что вы фотографировать не умеете. Я фотографировать не умею? Это я не умею? Потому что ты свою больную. Это моя собственная парикмахерская. Это не я. На спичке я тебе ее с нашку. Потому что ты свою больную успокоить. Ну, это и Федик Юги. Как жив? Как жив? А вы каждые демки в Плодон-Тарфик? Кажется, это за череда несерьезная, но из-за них в Плодон-искочили? В Проскочили? Я врач РАП-дол to be a b b b Вплощади-то бьет-то? Вся что-то? В кестре, в Плодон-искочили? А я и врач РАП-дол to be a b b Мы делаем место по специалистике, как раз в нашем сих. Не знаю. Но мы, как считаем, по первому прежнему времени говорим, во все. Поэтому, кстати, не вас, а вам. Спасибо. Спасибо за просмотр! Спасибо. 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 Скажите, ты не близко тебя. Как вы тут делаете сей разми? Означили не что, а кому? А мне означали брата. Брата? Да. За трест-ти стосторонних связанных людей подбрать с близкоцелем в помощь. У них не наложено и есть брат. Они будут в вопросе обжираться. Что в том, чьи-то они в салайстве, кого вдруг кто-то знает, кто-то брать, и для этой работы решает. Нужно бы работать в том же брат. С этим государством наслечит цикл шеймеров, как с приездаем от полочек, в этом же решается. А и когда решится? Несмотря на новое время, как там и звоните. Оооо. А в реакциях не так много. Не берите друг друга. В реакции номер. Изначально никому лицарь против родственников. Только как мы позначили муку. Как вы тут делаете? Чего я не знаю? Тут все я понимаю. Я же... Я вас... Уждавляю. Сколько вы знаете? Запоминаю. Запоминайте. У меня же не пришел. Никаких записей. Никаких запаминок. Запоминаю. Запоминаю. Зима премьера. А я дула. А в теории. Я не знаю, я дула. Связь из которых вырвали. В каждом день республике. И ла-та-та-та-та-та-та-та-та-та. спускана и Нет, я пытаюсь где-нибудь указывать его в М sections. А потом прикид, я... Забрать себе на полюбильный спецназ. А ты ведь что-пот, а то я... Да и вашего брата Хамедулы. Нет, с ней... Знайдут на это. У тебя нет убитых. Что тебе пугу, я не чаю, весу-боролок. Я это просhoe. Мне будет просьба, чтобы жить. Возвратно у нас отдал в таком санкции мы в Понецкой колонию. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ты склоноли? Да! Здесь я очень любил играть в трок-фору. Вот что-то лидерально, заканёто! Моя дядя на славе, а что и учебра, и благо не продуктных, а? Меня потеряли не вольер, во всем же пузыкали и, в конце концов, упустили партия. Вот пусть сделают текли! Да! И специально по сопоставить инстрологи и стройку резервы. Только с каждым ранним должны нас встретить, приютить. Ах-ха-ха! Ах-ха-ха! Поприкать, чё-то! Утренять, я вам пройду! Чё-то не пустаясь! На месте не спрятали, я буду внешне путинку. Да что я с ней получил пляж? Мы его на каскадке, по километанчику сделали операцию. Чё-то? Мы не пустаясь! Мы не пустаясь! Ах-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! по краям, пудраться с людьми, садочками, такими людьми, какими-то видим, по культуре, по столь серкопрегаями. Я наоборот, ты можешь, мол, я не занимаюсь, я... Я собираюсь, я не буду скатываться, когда ты мне есть с собой. Я здесь. Да. Можно ли я, в данном сайте, быстро, обноваться достаточно, если я сообщаю, кто-то из переборщита. Я спрашиваю. Скажи, ты сорвала, вы думаете, что... А, нет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 這ừ некоторый её сплавит действует так, что он изм Quer gylus, если они не satellites, на этой 먹고 relate парку дала? А неulates. Governёт. Как блокпинг, как strength to learn and practice? Я помню, я помню. Вот там говорят, 나�дные открытные целый Да. Всё세е по имуmiddle-ка, они получат такую encounters бесплатную контакт, управленную доску пока необычу. Как что? Либо вы знаете вы у вас есть иION вopiniaaj, я открытую сию изolvenoидную детальному я представит, который манешники это купать Это альинкразивный москитуток, я думаю, что это не просто, потому что, в основном, это лечили. И нам это лечили не обладать, что не об этом. Человек оптимизированный, это станет стыд, простые, господи, антрофюрные канты. Я не знаю, что это лечили. 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 Но, если детьми, твои красные блоки, я не буду в себе. Я не знаю, что это лечили. За это лечили. Я не знаю, что это лечили. Я не знаю, что это лечили. У тебя все нормально? Слушай, я тут распинаюсь, ты молчишь. У тебя все нормально? А? Я говорю, у тебя ничего не случалось? один я остался. Господи! С Машей что? Когда? Вчера. Без пятнадцати десять. Боже мой! Такая чудесная женщина. Удивительная! Удивительная женщина! Бывало, придешь в пять утра, весь в грязи, в губной помаде, а она пыль с тебя сдувает! Пыль! Всегда улыбчивая такая. Ты во сне улыбалась! Во сне! Я даже пугался иногда! А вежливая какая? Да на чем ты говоришь? Сначала вора в дом пропустит, потом сама зайдет. Я помню как-то мы под утро целой компанией завалили к вам. И я вазу дорогую, старинную, ее любимую. Вдребезги. Вот веришь, год прошел, не могу себе простить. Два года прошло. Да нет, в том году. В том году ты сервис, чайный грохнул. Китайский. Да, ее любимый. И она ни слова не сказала, ни слова. Она сказала, к счастью. К счастью? Да. Она сказала, к счастью! Да. Пффф, а какая аккуратная была. Ты, чем ты говоришь? Ночью сходишь в туалет, приходишь, постель убрана. СМЕХ Ну крепись, крепись. Время все лечит. И все. Да все. Помню, когда раз пришел, глаз подбит. Какой? Оба. Один раз так было? Нет, ну почему? Много раз. Но один раз пришел, глаз подбит, она целую ночь мне компрессы делала. Глаз не сомкнула? Да, свои не закрывала, чтобы мои открылись. Грубого слова никто от нее не слышал. Никогда. Никто никогда не слышал. Бывало сидит на кухне, плачет, плачет. Но ни одного грубого слова нет. Помню, приболела как-то. Кашела сильно, воспаление легких. Почти не вставала. А мы сидим в комнате, прокурили. Шуб, гам, гармошка, тут собака лает. Виск, сквозняк. Она заходит, говорит, может вам кофе сделать? Как сейчас, помню. В белом халатике. В синем. Ну не, в белом. В белом это когда ее сердце прихватило. Главное, тихо так вошла. Да. Никто не услышал. Как мышь. Как кто? Как мышь. Все делала тихо. Я, бывало, ищу ее, ищу по квартире. А что там говорить? Редкая. Редчайшая женщина. Да. Какие ее слова последние были? Слова? Угу. Последние слова были «Пошел ты к черту! собрала вещи и ушла! Без пятнадцати десять!» Куда? Неизвестно. Друзья, почему ушла? Том-то и дело, что непонятно. Предпоследние слова были «Надоели твои пьянки-гулянки!» Ну, и все? И все! Подожди, ни с того, ни с сего взяла и ушла? Так том-то и дело, что ни с того, ни с сего взяла и ушла! Это какая-то страшная тайна! Ну, не надо, не надо. Ты надорвешь себе сердце. Да! Пошли. Девчонки ждут. Да, пойдем. Мы сейчас хотим предложить вашему вниманию такой номер. Представьте себе, что вы сидите дома у своих телевизоров и смотрите прямое интервью с одним из самых знаменитых наших спортсменов. Ха-ха! Так, Василий, Василий готов? Василий, значит, работаем мы здесь. Стойте вот здесь рядышком. Внимание. Значит, Василий, давайте договоримся. Значит, как... Ха! Василий, я прошу вас, у нас прямой эфир. Ну, что вы делаете? Не-не-не, не-не-не. Не-не, нехорошо. Василий, значит, смотрите, мы как и договорились, вопросы будут несложные. Так? Вот. Что вы делаете? Как вместный шок. Извини. Василий, вот список ваших ответов. Сюда смотрите. Так? Вот. не забудьте, посмотрите. Хорошо? Так, внимание, приготовились. Все, мы готовы? Готовы, да? Все, внимание. Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас в спортивную программу для эксклюзивного флеш-интервью. Мы пригласили одного из самых знаменитых спортсменов нашей страны. Знакомьтесь, Василий Кидал. Василий, большое спасибо, что вы пришли к нам на передачу. Вот все знают, что вы добились огромных успехов в спорте. Но ни для кого не секрет, что для того, чтобы добиться таких успехов, очень важна работа с тренером. Скажите, вот ваш личный тренер, он вас как-то ободряет перед стартом добрыми, теплыми словами? Да, это так. Бывает, наш тренер построит с ребятами перед соревнованиями и начинает ободрять добрыми, теплыми словами. Дорогие мои ребята, а мы в свою очередь думаем. Уважаемый наш тренер. Спасибо большое за такой полный ответ. А вот я знаю, что вы сегодня в поездках, на сборах, на соревнованиях, наверное, редко видитесь с женой. Да, это так. Но ребята помогают. Понятно. У вас дружная команда. Скажите, Василий, а вот как же вы столько времени обходитесь без женщин? А мы с ребятами обходимся. В каком смысле? Ну, в том смысле, что летом там бег, плавание, а зимой мы катаемся на лыжах, на санках, а также лепим бабу. Зависит. Какую бабу Василий? Какую поймаем. Понятно. Заиспуг Саечка. Василий, у нас прямой эфир. Любой спортсмен ребенка не обидит. Василий, а вот скажите, Василий, вот я хочу задать вам... А скажите, Василий, вот я знаю, что вы многоборец. И не просто многоборец, а супермногоборец. Вы и бегаете, и плаваете, и леете. Да, я и боксом занимаюсь. А вы и боксом занимаетесь? Да. А я не знал ничего. А что, по лобику не видел? Я вам верю, Василий, я просто ничего не знал. Расскажите поподробнее. Ну что, недавно дрался с этим. Пацан такой здоровый, шустрый. Фамилия у него на боку. Подожди. Хэ. Что, Холифилд что ли? Да. Да? Тайсон. О, какой. Выдрались с Тайсоном? А что, по лобику не видел? Я вам верю, вам что? Я просто ничего не знал об этом доме, об этом бою. Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну что, ну там темная история произошла. Темная, да? Ну, значит, первый раунд стою, все нормально. Второй раунд тоже нормально. Все, думаю, даже по очкам я выиграю. Интересно, да? Думаю, в третьем буду добивать. Правильно. Опа, гонг, в третий раунд. Выхожу на ринг. Тут хопа, свет вырубили. А дальше, Василий? А, а когда свет включили, я уже в раздевалке лежу. А дальше он ушел, он испугался и убежал. А я боюсь, это действительно темноватая история была. Василий, а вот такой вопрос возник. Василий, а вот такой вопрос. Вот как ваша семья, и в частности, жена, относится к вашим занятиям боксом? Боксом. Да. Что такое? Да. Что случилось? Да не, она сейчас в реанимации. Что, заболела? Да не. Там история одна произошла. Расскажите мне своим секретом. Ну что, пришли домой. Сели, начали кушать. Все хорошо. Она сидит напротив меня. Я напротив нее. Сидим, кушаем, все хорошо. Тут она хопа, возьми, раскройся. Я и... Да, действительно, такая история интересная. Василий, верьте из кадра. Василий, скажите, а можно я вам задам интеллектуальный вопрос? Мне по барабану любой интеллектуальный вопрос. Василий, вот я знаю, что вы книголюб. Или, как говорите, вы спортсмены, библиофил. Это вы с кем сейчас разговаривал? С вами, Василий. Да? Да. Вот интересно, какую книгу вы последнюю прочитали? А вы с ребятами этих книг вовсе... Я недавно с ребятами прочитал их книгу титлукреций кар о природе вещей. Замечательно. Нифига себе! Василий, я так понимаю, вы увлекаетесь философией, да? Василий, а вот я еще знаю, что вы любите классическую музыку. То я... Вот здесь вот. Да! Мы с ребятами очень любим музыку, особенно Моцарта. Замечательно. У вас хороший... Нифига себе! У вас замечательный вкус, Василий. А вот всем телезрителям интересно, какое из произведений Моцарта вам запомнилось больше всего? А шо, у него их два... Три, Василий. Я ну одну не угадал, так как дал. Василий, ну что ж, такой интимный вопрос, я знаю, что вы пописываете. Правильно. Как и все люди. Что вы имели, Василий, как мне стыдно, я имею в виду поэзию. А, так я же о нем и говорю. Вы не могли бы нам прочесть что-нибудь из своего последнего? Могу. Да, пожалуйста. Экспромтер. Да. Значит, не говорят обидные слова. Зачем тебе, мол, Вася, голова? Держать удар, отвечу вам всем. И головой я, между прочим, ем. А теперь... Да, так если бы я переживала по каждому разрыву, у меня давно был бы разрыв легких. Пусть дуры переживать. А у этой Лины, у нее же это без тебя цеплять не на что. У нее же сверхплоский экран. Самсунг электроник. У тебя через сколько самолет? Через 20 минут. Не успею. Я в шоке, Люля. Ритка занялась билдоболингом, накачалась. Вот такие плечи и усы выросли. Люля, почему они нам же сигнали? Ой, я умру, мы задом едем. Пошел вон. А я его спрашиваю, Борисик, ты куда? Он говорит, я на скачке, представляешь? Я говорю, мерзавец, знаю я твои скачки, звонил у твоего кобыла, сказала, скачки отменяются. Подожди, я позвоню одной дуре. Ну подожди, никто звонит. Хелло, сюзики, пусики? Пусики, сюзики. Угадай, откуда я звоню? Откуда? Представляешь, одной дури, муж подарил новую машину. Какой дури? Ты ее не знаешь, куда я такая ключица ходячая, но машина чумовая. Мы сейчас едем от культур на пилинг. Я говорю, дура, мне все там нет, я позже перезвоню, все, все, бай-бай. Все, все, бай-бай. Вот дура. Вот грянь. Люда, почему мы остановились? Зеленый свет нельзя ехать. А, ну да. Люда, я в шоке. Я сейчас смотрю телесериал про телепузиков. Там такие смешные, умные женские истории рассказывают. Она на морду маску нацепила, рассказывает, как муж изменял, а чемпионка по джидо. Ее пригласили в книгу рекордов Геббетса, чемпионка по изменам. Нашли, кого приглашать. Да если бы я про себя рассказала, у них бы пленки не хватило. О, ура, красный. И-и-и-и. Ты что, урод, туфельку не видишь? На-на-на-на. Алло, да? Да, пусть я езжу эту машину, да? Ну, так возьмаю, да? Да, ее разбила. Да, ну не шестую, а всего пятую, да? Да, все, пусть я не отвлекаю, когда я за рулем все. Мур-мяу. А-а-а-а! Мяу! Сам чайник. А эта чемпионка, которая под видом вот такие бедра, говорит, не могу забеременеть. Муж только на нее, она по привычке его приемом через себя с ущемлением. Я в шоке, пишут, зеленый гарантирует успех. Она себе построила комбидресс от кутюр, модель называется «День для робких». И я ее увидела в салоне тату. Ой, смотри, смотри, свадьба, свадьба. Дули, 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 шампатились, а бабули. Ездить научись! Что? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на! Ух ты же! Ух ты же! Надо кушать меньше, мама. Мама, надо меньше кушать. Вообще, у тебя такое? Опа! Я иду дальше. У тебя через сколько самолет? А, через три минуты. Успеем. Вот очка! 220 и не чувствуется. А у нее уже свой бизнес в Канаде, и собственно речка для была. А этот мой капель потянулся за одной черной из джаза, представляешь? Ой, ты бы ее видела, мы у нее выпивали, воскресили. Ой, я губы съела, подержи. Она приходится такая, тут без чего, тут летний вариант все застегнутой серенькой. И тату ретро не забуду, бат, родную. Экстравагант, говорю, я в шоке. У большой теннис она пошла, лиля, с чем она туда пошла? Лучше бы она штангой заделась. О, идиоты! Не свести, денег не будет! Баба, я тебе скажу, мент на дороге преступник. О, люля, а что это за знак? Кучка земли и бужик с лопатой. Ай, на кладбище. А оказалось, это я был простой негр, представляешь? Он говорит, я только потом понял. Я говорю, что, поменял ориентацию, кобель. А он говорит, ой, я виноват, извини. Люля, вау! А что, поезда сейчас по улицам ездят? Где? Вот впереди. Ведь я купил права, придурок! Они же все похожи, они же все на одно лицо, представляешь? Одна ему из Испании звонит. Не, 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 говорит, Андрянь, я же слушаю. Говорит, ой, Борюсик, я сейчас на карине тут быть бегаю, я тебя вспомнила. Ля, 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 может быть, самолет поедет? Ой, да. Догоним. О, тачка! 410 и не чувствуется. По крылу мессердеса о чем-то поет зелётое море тайги. А он не купил паспорт, 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 а старики некие, теперь они дырки, а пирогеры, сколько у нас в Москве, а в Москве, если скоро происходит решительные ключи, я ищу, а в России, а в России, в России. Окей, в России, в России. Слепо, доброго аппарата, это ты, по-другому, а это я. Но я журнал для ой. Но я претензавский от нас, от Тю-тю-тю-тю. Да. Мне это сурпитер, смогут в оттанке. Вы ожидаете свободный, когда он придёт? Друзья, сами мне куда нацел? Да, слушайте, пожалуйста, вы не так что звонили, а не допущите. Да, вот раз я не вернусь с тобой против, даже не здесь, потому что в вашем районе самый низкий мир и бюджетный поворот, но это такое действие, что значит страшное, что с ним, но здесь, в этом, в этот, в этом, не учёлся опасный ветх, в том, то я вернусь они, то есть вот, такое было, а в этом, в том, что я не вернусь, а мы лишь великаясь на преступление в целом вообще, ну, да, не лептокат, чем у него, не дядя, не дядя, и если можно убилить себе, то я, ну, да, ну я, как вы захочелось знать, это безумие, это будет очень интересно, я так вы видите, так. И безумие у тебя, ну, это будет не так, и старайтесь сейчас газом, а не уступать достоинку, это будет честней, что работа тут, а порта не на еде. Как, ну, а хардер? Ну, что жать-то? Ты степс это слово, чёрный. Так, как это, если целый, триллисанты лидерские люди, Потом отбили точки в директор и сам изобрели, потом отбили склассы. Сейчас мы заберем от Узбековский суток, в Германии. Где же станете только от Еленовского района? Передержать сельскохозяйственные районы, которые не нужны, живая села. Волгопедыцы. 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 И это уже на день. Я устаю керопеды. Волгопедыцы. Придицы. Волгопедыцы. Закон. Да. Волгопедыцы. 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 Морее разогнение. В силу и в зависимости от меня в силу и в полой очень. И естественно, что в Толочи этого разгон бездолгости. Без головного меняла. Сказать, аж официантно, оборот. Продвижность. Кратненькие. Закон. Волгопедыцы. 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 Маленькие предприятия. В результате непонятно. Волгопедыцы. Волгопедыцы. Волгопедыцы, партилеты. Суку аппаратов. Какой-то Петро, а это я! Физическая отлака на птицов, как и Виталий Томон за оружие. А я приказываю, посвободиться и освободиться на границах. Хочу я Петро. Если ты развлечка у меня, Петро, приобретет. Среди, которые мы там взяли телескопы, Петро. Все время смотришь, ты с вами делай, не прекращай. Твоя рабочая 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 рабочая. Твоя рабочая 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 рабочаяервая рабочая 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 л prosperая很多 sola機. Госпозитарные пары о предназначении, простым. Национальный агент, Критер начался, для кирпичного агентства, но я не могу. Я могу так сказать, когда все все медиа scraped, коллеги, когда у нас уже посещают это с тех, что все медиа, когда мы в нас, но мы виноваты, как так, как все это сломает. Веждая, сразу не знаю, нет. Как вам кажется, я когда-то снимаю, что это касается пеноприотов, как часто бывает, И это не очень трудно, а я приказываю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. last of the. 18 18 19 18 19 20 22 25 25 24 25 Что вы не говорите, что природа, которые просто с ним в классе, на которой, по-настоящему, я не знаю, чем природа, что приступление к веке деменека, природа консервы, ага. Давайте, пожалуйста. Я напомню, что это все происходит в своей жизни. Здравствуйте. На природу там у нас растет в кластине А, потому что есть природа, как звучит. Нет, есть гречка. Для этого места пересильной, из чьи гречка поменялась в полёжном случае, а на стороне уровня среднамечных территорий, но в полёжном территории. Которые экземпсисно-социальные края даже оставались на территории без высыпляться территорий. Теперь мы с вами обращаемся на территории Библиотека, немедленно в талантской области, У каждого мета не Bomber, но в декормирующее благословение среднами, а на деревне что в области. Но вот так, если примитили оператор, там в районе головной интипански В вот эту шевроту как и иere да вот этот лораппинг из черных краских черных внеджатых если возникли, будем его сняли да это всё, которые я делал так и эти от гротиз sponge в месяц на шлемерском ряде а гонятый поститут, когда я так называю паталов, где я и я на VLAN, я ходу в этот в странстве в завершении так и меньше. За эти 6-то 15 с каждого пояска по 20% а, нет, 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 нет я не видела, что вы проходите, но вы не видели. За ним вы, господин и, вот и я оттуда а, противно короче, пожелание, так же ли еще и чтобы тупо Зачем он? Вас подкупили? Зачем я подкупил? Купили? На коже ты не был нахрене. На коже, дали подружки. Так надо! Не прощай, не обирай, но не благо. Плагосоветесь, не благо. Не подожди, на жар, чем же я не обиделся. А все на учитыве, я иду нахрен. Разве сказайте, что нельзя у вас человеческими случаях не бывает. Да, у нас когда воспрецнение с чистой, печь в случае астону структуры... Это я бы тебя! Я бы не говорила в основе воспрецназначения в состоянии преступности января, и сменяюсь даже в другую родиться... Исп Pokémon, я бы даже не гелolo, Mauri Budhry, я бы не знал... Пришёл мой мать, я бы не знал. А я не знал, я бы не знал, и это я бы запущу действовать! Но, а вот ты... Это это струнтное слово, подлюдя другой... А, да, да, да... Когда мы просто попались на экране, прежде чем пока Владимир, я совсем... Но этот путь же не ответил ни в цене. Эй я ему быстро подумал и делал, что его так делать. Третья, он никогда не понимал двери, а ведь это уже не так, и мы сейчас говорим, что это не так, или нет, но вы не знаете, что хоть пересенька. Что, даною, конечно? Вы не понимаете, но какая-то вещь только четыре месяца. Просто, ты узнай, ты? До, дво, по еще змея весь мир Не знаю наверху компании В бизнесе такие б'Dомбай Ахитана Бутин, как и в России. Василий Нарин, как и в России. Господи совместğan истин, проходит, что в России было удивительно плачу. Россия. Последище, а можно больше, кто-то разрушил бюджет. Бюджет, невеста триггглитет. Вы будет после этого, когда я пойду, Иду-ка князь, иду-ка князь, иди-ки-бы, ни-ки-бы! Все маникасы, иди-ки-ни-ки-бы! Только не драй, только не драй, только не драй, только не драй! Кто? Та как никто мило смотрит! Алло, товарищ генерал, разрешите доложить. Алло, товарищ генерал, разрешите доложить 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 доложить. Алло, товарищ генерал, разрешите доложить 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 дол Проходите? Вы что, свидетель этой трагедии? Да, я свидетель, легкий. Так проходите, пожалуйста. Спасибо, все же произошло на моих глазах. Присаживайтесь. Чай, кофе, может? Нет, что вы, спасибо, я с утра только пивко. Ну, это потом, ну, это потом. Ну, давайте, давайте, дорогой, давайте, рассказывайте, давайте. Ну, что рассказывать? Ну, значит, еду, я сейчас в автобусе. Так, не спешите, я константирую, так, в автобузе. Автобузе. Бузе. Здесь все, значит, смотрю, а соседные газеты читают, а там, значит, черным по синему, значит, вот такими буквами, значит, хорошее вознаграждение. Я сразу соскочил и к вам. Это вы молодцом, молодцом. Скажите, вы живете на улице Перехвата? Я? Вы? Да. Да, паспорт, пожалуйста. Паспорт. Чей? Ваш. Мой? Ваш, да, конечно. Вот, пожалуйста. Ага, так, так. Минуточку. А? Вы же прописаны на другом конце города. Я? Вы. А живу на улице Перехвата. Ну, и женщина из одной живу. А, я понимаю. Она там прописана. Может, у нее нет, то есть, ну, то есть, есть, но где она, не знаю, это я, значит, там немножко. Ага. Да, поджимаю. Ну, да, значит, давайте. В этот день вы пришли домой. И что? Я? Вы. А в этот день вы пришел домой. Так. Думаю, и что? Во сколько пришли? Мы? Вы. Значит, в 6 часов. В 6. Хорошо. Нет. Нет. А, нет, нет. В 18.00. Как раз музыка заиграла вот это. Телесериал начался, знаете, вот это. Она работала в бутике Берлина. Вы не смотрите? Мне некогда, да. Там же какая история произошла? Это хмырь. Так, товарищ, пожалуйста, не надо про хмыря. Не надо. Давайте о преступлении. Вы пришли домой в 6 часов. В 18.00, да? Дальше со всеми подробностями. Я? Вы. Значит, нахожу я, значит, квартиру. Так. 6 часов в 18.00. Так. Смотрю. Так. А то в такие подробности. Так. Поляна накрыта на двоих. Запотевший пузырек. Натаха в новом плате. Ну, можно пропустить. О, думаю, можно и пропустить. Ну, пропустил. Граммов 121. Не больше. Так. Ну, смотрю. Так. А! Натаха в новом платье. Вы это уже говорили. Да нет, она переоделась. Хорошо. Хорошо. Дальше. Смотрю. Боже мой. Так. Не может быть. Не может быть. А платье-то прозрачное. Это не важно. Эй, не скажите, дюбанда. Там такие две боеголовки. Дюбанда. Хорошо. Ладно. Хорошо. Дальше. Как дальше развивались события? Только я прошу вас. Только самое главное. Ну, как-как. Ну, приселись с Натахой на софт. Телеселия смотреть. Так. И самое главное. Так. Самое главное. Так. Натаха смотрит так на меня. И локтем-то как даст. Я говорю, ты чего? Как? Она говорит, ты чего? Ага. И опять локтем как даст. Заигрываю. Хорошо. Хорошо. Дальше. Дальше. Значит, дальше опять. Локтем как даст. У меня дыхание перекрыло. Я не дыхнуть и выдастусь не могу. Значит, туда на меня, значит, по спине. Катай. Я уже задушат. Товарищ свидетель, пожалуйста, я вас очень прошу. Я вас умоляю. Пожалуйста, мелкие подробности пропускайте. Мелкие пропускать? Да. Понял. Восемь легли. Восемь легли. Хорошо. Вот. Я извиняюсь. А хорошее вознаграждение это сколько? Это потом. Все потом. Потом. Восемь легли. Дальше. Значит, дальше. Дальше. Мелкие. Вот так. Подробности. Хорошо. Дальше. Дальше. Дальше опять. Мелкие подробности. Дальше. 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 Думаю, что такое. Во сколько? Значит, в девять часов. Только я вас очень прошу. Только то, что вас насторожило. Удивило. Понимаете? Девять часов. Думаю, что такое. Что меня удивило. Так. Вот что меня насторожило. Что же? Вот звук какой-то вот ты человеческий. Неестественный. Звук от окна? Да. Да, как шарахник. Как застыркаю. Думаю, стоим. Звук от окна. Так, я так понимаю, что наступила ночь, началась гроза. Да, как глупелый ебкий. Я, по-моему, схожу. Кокрю. Так. В окошко посмотрю. А, да. Да, я вам не... Да, смотрю. Покажу. Боже мой. Боже мой. Не может быть. Не может быть. Глазам своим не верил. Не поверил своим глазам. Что там? Ночь. Наступила. Началась гроза. Но что интересно, в одиннадцать часов... Что в одиннадцать часов? Что в одиннадцать часов? Что? А вы как думаете? Как она мне локтем как даст? Мелкие подробности. Дальше. Дальше. Дальше опять. Мелкие подробности. Выстрелы были? Какие выстрелы? Убили шесть человек. Да вы что? В одиннадцать часов. Так, все, все, спасибо, идите с Богом, идите, все, спасибо, все. А, ну что интересно, двенадцать часов... Что в двенадцать часов? Слышу, вроде как стреляют. Так что ж, вы молчите, двенадцать часов, да? Да, прямо так над духом. Двенадцать часов. Так, ага, стреляли, стреляли совсем, совсем рядом. Да, совсем рядом, так, стреляли, я говорю. Сколько выстрелов? Сейчас точно скажу. Раз, два, три, потом четыре, шесть, два, 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 восемь, вот так, сюда, туда, восемнадцать, девятнадцать. Девятнадцать. Шесть! Шесть выстрелов, да? Я говорю, Натаха, говорю, Натаха, иди сюда, слышишь, вроде как стреляют. Ну да. Натаха слушала, слушала, слушала. Ну там я с чем слушаю. Ну хорошо, так. Слушала, слушала, по двух, чем как даст. Мелкие подробности пропускаю. Ага, ну что интересно, что интересно, думаю, нужно же выйти и посмотреть на балкончик. Куда? На балкон, так, на балкон, так. Выхожу. Так. Смотрю. Так. Боже мой. Боже мой. Не может быть. Не может быть. Глазам своим не верю. Я верил своим глазам второй раз, что там? Десять. Шесть трупов. Шесть трупов. Труповая березка стояла в ополу. Трупы? Соседи. Они после 18.00 всегда. Трупы. И что? Труповая березка стояла в ополу. Все. А я извиняюсь, вот с вознаграждения налог. Да какой налог? Подождите. Так, вы убедили шесть трупов, так? Внимание, очень важный вопрос спрашивается. Скажите, из живых рядом, то есть с места преступления, никто не убегал? Убегали. Убегали, видите? Нет. Не убегал никто, вся шесть трупов лежали согласно алфавитного порядка. Хорошо, ладно. Еще один очень важный вопрос, который первый был. Из живых рядом никого не было? Были. Не убегал никто, но живые были. Да что ж вы о главном-то молчите? То есть вы чувствуете кто-то рядом из живых? Так, чувствую кто-то рядом из живых. Так. Значит, с одной стороны шесть трупов. Так. А с другой кто-то рядом из живых. Так. У меня за спиной. Так. Подает признаки жизни тяжело сопя. Слегка. Не спешите. Так, да, спешите. Стою, а не мел от страха. Думаю, где шесть, там и седьмой поместится. Короче, стою, не дышу, не шевелю. Потом. Ага. И потом не шевелю. И вдруг мне сзади на плечо рука холодная так. Бэмс! Я поворачиваюсь. И-и-и-и. А я извиняюсь вознаграждение за бездетность. Да какая бездетность? Вы поворачиваетесь, а и-и-и-и. Ага, я поворачиваюсь. И-и-и. Стоит. С пистолетом? Ага. С пистолетом. Бэс! Одежду описать можете? Да. Так, опись одежды. Бэс! Одежды. Совсем? Нет. Совсем. Она говорит, тебе не холодно. Я говорю, холодно. Она пойдем спать. Кто она? Натаха! И локти мне как таски. Мелкие подробности. Пропускаю. Все? Да. Опять мелкие подробности. Ну все. Пойдем. За пивком? За пивком. А за вознаграждение? За вознаграждение. Пойдем. Я тебя застерзанец. Я тебя застерзанец. Я тебя застерзанец. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ